Владимир Коршенко, ВОО «Шубаркуль-Камыр» работает с 2006 года, начинал цеховым экономистом. В 2007 году на предприятии был организован отдел перспективного развития, в котором Владимир трудится до настоящего времени. В прошлом году его проект «Организация производства активированных углей из мелочи шубаркульского спецкокса» стал лучшим на форуме новаторов. В номинации «Делай качественнее». Задача была какая? При производстве спецкокса образуется большое количество мелочей. Данная продукция, скажем, не с высокой добавленной стоимостью, не ликвидная, реализуется с большим трудом, поэтому появилась идея, что можно сделать с этой мелочью. Была идея, давайте попробуем более заняться глубокой диверсификацией с получением продуктов с высокой добавленной стоимостью. Давайте попробуем, получим активированные угли. В принципе, идея была интересна, руководство идею поддержало. И с 2014 года я начал процесс реализации данного проекта. Начиналось все с лабораторных исследований. Совместно с Горно-Металлургическим институтом была собрана опытная установка. Которая представляла собой муфельную печь. Переделали, сделали из нее, скажем, аналог подовой печи. И на базе этой установки мы начали экспериментировать. Результат был положительный, мы получили активированные угли. Сегодня Владимир Коршенко совместно с коллективом единомышленников придумывает и внедряет в производство все новые инновационные проекты. Продавать просто уголь, я считаю, это неправильно. Правильно на сегодняшний день его перерабатывать и получать уже новые продукты, получать сверхприбыль для предприятия. Конечно, это долгосрочная перспектива, но я думаю, мы идем к ней вместе с нашим руководством. В ближайшем будущем мы будем реализовать новые проекты по диверсификации, по глубокой переработке. За победу в форуме Владимир Коршенко был примирован руководством АО «Шубаркуль-Кумыр». Однако материальные ценности для него не столь важны, как внести свой вклад в развитие компании. Я хочу пожелать всем сотрудникам нашей группы предприятий, чтобы они более активно участвовали в предоставлении своих идей, инициатив, не боялись это делать. Потому что каждая идея может быть действительно прорывной и для предприятий, и для группы. Внедряли свои идеи и получали от этого огромное удовольствие.